МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Ближе до меты на МНПЗ Зроблены черговый крок до реализации Самых масштабных проектов в истории предприемства Корыстный отпочинок На территории войсковой части 55-25 Открыли первую измену двух военно-патриотичных лагеров Лез трофея вызначены Стал ведомый переможцем международного турнира по хоккею Памяти Алексея Костюченко А зараз об этом и иншим больше подробязна Сегодня у Гомеля прошли святочные мероприемства С на годы 165-ти годы пожарной службы Эпицентром мурачистости устали площадь Ленина и Центральный парк Для городжан, яких у теплый летний день собралось немало Была подрыхтована насыщенная забавляльная программа Демонстрация аварийно-воротовальной техники Концерт, водная феерия и шмат иншаха Абусим подробязно расскажет Дмитрий Котау День пожарной службы – это профессийное свято людей Якие от самой своего здоровья, от часа мы життя Штоден наратують от пожаров людей, майомасти, природу Разделять свято с насельництвом – добрая традиция областного управления МНС Все лето, уличываючи юбилейную дату, яго вырешили зарабить, як неколи масштабным На площади Ленина разгорнулася выстава аварийно-воротовальной техники и обсталявания Тут и раритетные экземпляры, и дейючие узброения Дареши техничный арсенал областного управления МНС позволяет выполнять самые складанные задачи У подтверждения – высокая оценка от замежных коллег Серьезная техника, которая дает пожарным Беларуси быстро и оперативно реагировать на те вызовы, которые подкидывают как техногенная ситуация, как природные катаклизмы Это очень радует, и мне очень приятно, что белорусские пожарные, белорусские МЧСники могут быстро и оперативно ликвидировать какую-то ситуацию, которая возникла Сегодня супрационерство с украинскими вратовальниками наладжено на высоком узроне Особливо, что тышится мониторингу ситуации в Чернобыльской зоне Однако, как ведомо, не о маме жить для досконалости Сейчас мы разрабатываем международный грант вместе с Гомельской областью В Чернобыльской зоне мы планируем установить несколько вышек, которые будут мониторить ситуацию и дистанционно передавать эту информацию Что позволит нам быстро выявлять и реагировать на те пожары, которые возникают в Гомельской и в Киевской области Одразу некольких святошных пляцовок денежили у Центрального парка Разностайные выставы, фотозоны, квестгульни и конкурсы Самой видовичной часткой программы стала водная феерия, якая проходила некольки разов на протягу дня на набережной Ракисош На организованных пляцовках можно было доведаться про историю развития пожарной службы А так само поспробовать себе у роли соправданного вратовальника Особливо сподобався подобный аттракцион детям Их то ведая, мог чему в будущем гэтую форму я не примерать еще не раз Ты сам бы хотел стать пожарным, когда вырастешь? Хочу, потому что я хочу спасать жизнь других людей Шматлюдные коля летние эстрады Центрального парка Со сцены гучать проникненные музычные композиции Пронять легкую и тяжкую працу пожарного Для ветеранов, яких узнагородживают подчас концерта, боротьба за огнем уминулым, однако активный образ жизни по-ранейшему ведут многие Проводимая в регионе профилактичная работа у Тымлику и их заслуга Мы ветераны, члены Республиканской общественной организации «Спасатель» Продолжаем оказывать помощь посильную действующим сегодня подразделениям Занимаемся работой с подрастающим поколением в подшефной школе, с лицеем других школах Отеца ветеранов пожарной службы, я хочу поздравить всех своих коллег прошлых, настоящих, будущих А пожелать, я хотел бы здоровья, счастья, успехов и сухих рукавов Дмитрий Котов, Андрей Иванов, телерадиокомпания «Гомель» Пятую частку сбожжевого «Гаклина» убрали сельгазпредприемства Гомельской в области Собрано больше, как 130 тысяч тонн сбожжа при средней ураджайности, коля 21 центнера с гектара Большую частку своих площадь убрали паудневые районы в области – Хойницкий и Брахинский А так само господарки Речицкого района, где зараз самая высокая ураджайность Больше, как 30 центнеров с гектара Про то, как працуют на полях Гомельского района, расскажет моя коллега Ганна Коральчук Некольки теплых ден без опадков, и экипажи працуют с раницей до захода солнца На полях Ксупурыцкая – 12 комбайнов Юрий Драгин и Иван Поливайко в минулом году отримали новую технику Там уселита уборка сбожжей и дех учей Признаются, что у своей працы бачут нечто большее, чем просто кирование машины Бо от их залежит доставка будущего хлеба Юрий Драгин и Иван Поливайко працуют в тандеме уже 9 годов Остатние экипажи у господарцы так само складаются в опытные работники Вядома, моцные дожжи у Липени поднесли аграрам шмат клопатов и поуплывали на термин уборочное Не глядяши на это, в поле зауседы находились адзажурные экипажи, які при спрояльных умовах отразу приступали до уборки Сегодня в Гомельском районе во всю моц працуют 79 комбайнов Мы ждем солнце, помимо солнца, как профсоюзный лидер в Гомельском районе Мы, конечно, ждем по условиям соревнования первых тысячников Поэтому ждем с дня на день, скоро будут нас первые тысячники Мы будем чествовать совместно с культурой, как всегда это делается Ну и они всегда рады нас приветствовать своим трудом Огульно-уборочная площа Гомельского района складает больше за 18 тысяч гектар Зараз убрана маль 24% площа при средней уроджайности 22 центнеры с гектара Усяго по оперативных дадзинах мясцовые господарки намолотили больше, как 9,5 тысяч тонн сбожжа Что складает около 7% от огульно-областного показчика Кана Корольчук, Андрей Иванов, телерадиокомпания Гомельс Гомельского района Вакуумная колона С-402 – важная складающая комплексу гидрокрекингу тяжких нафтовых рештков Будовнество H-Oil, как еще называют комплекс, самый масштабный проект за всю историю развития завода С подробностями Марина Джалая На будовнейшей площадке комплексу гидрокрекингу тяжких нафтовых рештков Начинается уникальная операция Вакуумная колона С-402 должна занять свое место на постаменте 42,5 метра в высшую, около 9 метров в диаметре Вага обстреливания 316 тонн Буйно-габаритный груз прибыл из Италии на специально побудованный причал Зараз у стиснутых умовах будовнейшей площадки начинается его монтаж Работы по установке вы решили выполнять своими силами Без притягнения інших специализованных компаний Три могутные краны, грузоподимальность одного из яких 650 тонн Профессионализм будовников, дбайная подрихтовка и развлек И вот уже колона займае свое место на пьедестале При монтаже участвовало три крана Общий вес колонны с грузоподъемным механизмом составляет больше 320 тонн Высота подъема колонны 42,5 метра на постамент высотой более 20 метров Подготовка велась в течение двух дней С самого утра с 6.00 начался подъем Ну все прошло достаточно гладко, как и планировалось Установленная колонна призначена для разделения вакуумного газойлю на фракции Яке идуть на далейшую перепрацовку и урештки Гэта важная складающая комплексу гидрокрекингу Удавництво комплексу H-Oil было почата у 2014 годе Реализация проекта дозволить повеличить глубиню перепрацовки нафты 75 до 90% А так само нарастить объемы выпуску товарных дизельного палева И гидроочышального вакуумного газойлю У взрасте отбор светлых нафтопродуктов знизится вытворчасть мазуту У тромане серы им поменьшится до 1% Усё гэта у перспективе Будовники и нафтоперепрацовщики стали на круг ближай до головной меты Марина Джалая, телерадио компания Гомель, препотримце телеканала Мазир Больше 500 тысяч квадратных метров жилья за последние 4 годы Увяло у эксплуатацию у Гомеля управление капитального будовництва Продприемство отзначило 45 годы с дня заснования Что еще кроме жилья узводят гомельские будовники Веда Татьяна Болхова Управление капитального будовництва города Гомеля Лидер по объеме вводу жилья областным центры А кроме этого у активе предприемства Больницы и поликлиники Школы и дитячие сады Административные будинки, площади и мосты Многие знаковые для города объекты Областная больница, цирк, гостиница Гомель, ресторан Беларусь Узведены при уделе управления капитального будовництва Все, что есть в знаках у Гомеля, построено заказчиком у города Гомеля И тот же лодочник, который у нас культуры, это у города Гомеля И цирк, это у города Гомеля И хочу сказать, что есть еще задумки Вот я их скоро знаю, у нас недавно поставили задачу Что мы будем устанавливать еще один памятник городу Гомеля Пускай это будет немножко интригой, но памятник будем ставить Коли казать про дальнейшие планы по уводе у Гомеля жилья Треба отзначить одну из самых перспективных пляцовок Микрорайон по улице Фядюнинска Новобудовли зараз так само растут в микрорайонах номер 18, 94 и 104 Новое житё отрымая и популярный у Гомельчан 59 микрорайон У худким часе предприемство плануя почать освоение микрорайонов номер 59А и 59Б Протягнется и ущельнение городской забудовли Если говорить сегодня о микрорайонах, то сегодня в городе Гомеля активно зарабатывается ПДП Это план детального планирования Как правило, эти микрорайоны все на основе То есть снос Сегодня разработка микрорайона юбилейный, который у нас находится за стадионом Динамо Дальше, значит, есть у нас ПДП Ильича, который разрабатывается Но опять же, процентов 80 это ПДП, который у нас на сносе Конечно, эта задача очень тяжелая Нелегкая работа с людьми, потому что это вызывает у многих негодование Кто-то прожил там десятилетиями и сегодня приходится им как на меня свое жительство За 45 годов деятельности управление зарекомендовало себе на рынку нерухомостей, як надейный забудовщик Улику его партнеров – проектные институты, а ведущий подрядчик, за яким было побудовано коля 70% жилья – Гомельский будовничный комбинат А лишь, як означает Владимир Синоженский, досягнутый поспех выник працы кожного супрацовника предприемства Татьяна Болгова, Яугин Макеенко, телерадио и компания Гомель Память безмежа у семы международный взлет ветеранов боевых деяний, умиротворчих операций и военной службы проходить у Гомели Однополчане, сослужилцы и просто сябрызь Беларуси, Украины, России, Молдовы, Эстонии, Литвы и инших краин традиционно избираются у Гомели Кожный год колькостью дельников поширается, яны не только вспоминают об годах суместной службы, а ли обмерковывают сучастность, делятся опытом работы своих ветеранских организаций А здесь самое интересное, я встречаюсь с теми, с кем отдельный батальон охраны аэродрома Шиндант, от солдата до комбата мы здесь собираемся Проезжают ребята мы с Украины, с России, от Беларуси, со всех концов съезжаемся, здесь встречаются Одна из таких задач, наверное, и встреча, конечно же, ну и, конечно же, сотрудничество Я вам скажу, что в рамках нашего слета мы заключили договора с теми, кто к нам приезжает, Литва, Латвия, Эстония Организации, которые к нам приезжают из Харькова, организации из Брянска И, конечно же, мы к ним тоже самое приезжаем Открылся взлет память без межа у складания квета кемит ингаля помняка воинам-интернационалистам Далее у дельника учекают насыщенные два дни на базе отпочинку под Гомелем У программе спортивные споборниства и выступлений клубов историчной реконструкции, концерты, шматлики экскурсии и новые встречи У Гомель прибули навученцы из района у потерпелых адовары на атомной электростанции «Фукусим-1» Гастей разместили у дитячем реабилитации на здравленшем центры Пралеска у Жлобинском районе Тут яны будут отпочивать и проходить медицинское обследование У программе визиту таксама ознаймлення с умовами життя и социально-экономичного развития территории Якая 30 годов тому таксама подверглася радиационному узденью Под обязанностей у наступным материалям Сегодня день распачался с встречи у Гомельским облвыконками Начальник управления жилево-коммунальной господарки и по проблемах ликвидации наступства катастрофы на Чернобыльской АЭС Дмитрий Рудковский Рассказал про стан и перспективы развития потерпелых районов Юные гости уважливо слухали и навод конспектовали информацию Поспехи нашего региона в справе реабилитации территорий – это надея на отражение их малой родимы у Японии Самая основная проблема – радиофобия, то есть боязнь находиться на загрязненных территориях Старшеклассники ездят, перенимают опыт, как протекает жизнь, чем они питаются, как живут, чем занимаются Ну, как обычные дети, в принципе, только с преломлением на ту беду, которая случилась и у нас, в Республике Беларусь, в Гомельской области И, конечно же, в 2011 году после катастрофы на Фукусима Камацу Коке у першыню завита у Беларусь, каже Галлоуная, что яго уразила зеленые городы В Японии часто встречаются небоскребы и без зелени, а у вас везде город, зелени, цветы, есть очень красиво Всех интересует, как восстановилась его Мельская область, такая ситуация у нас в Кусиме есть, поэтому, как вы справились, нас очень интересует День притягнула с встречи с новоковцами ГДУ имя Франциска Скарины Тут молодые люди, которые у себя на родиме отримывают аграрные специальности, презентовали свои проекты и отримали каштовные парады от беларусских ученых Темы, которые интересуют японскую молодь в расшивании рису и развитию туризма на потерпелых территориях Это не просто, что добиться получения продукта с меньшим содержанием загрязнения родинуклидов Это не самое главное Дальше, а как реализовать эту продукцию, чтобы она была востребована на рынке внешним и внутренним То есть мы должны сейчас, когда будем обсуждать эти проекты, комплексно смотреть Психологическая готовность, радиологическая безопасность, умение получать продукцию и возможности экономики и рынка Что производить лучше, что будет выгоднее производить на этих территориях У нас есть проблема с испорченной репутацией продуктов питания в Кусиме И мы хотим научиться тому, как это можно исправить У вас есть накопленный опыт, который мы хотим изучать Я думаю, что знания, которые я получу в Гомельской области, мне обязательно пригодятся Я хочу показать людям, которые живут в пострадавшем районе в Японии, что у нас можно так же спокойно жить и работать Я думаю, что это не важно, что я думаю, что здесь пришлось Евгения Савина, Игорь Марышенко, телерадио «Гомель» У лепени у Гомельской области от внешних причин загинули три неполнолетние На початку этого дня эта сумная статистика могла пополниться Напомним, у авторок четырехгодовая девочка, которая одна находилась дома, лет не выпала за окна Позбегнуть мягчимые трагеды, где помогли неабыяковость гомельчан и оперативность, и профессионализм выратовальников Гэты выпадок трапе у подпильной увагы усих отказных служб Звычайно, у небезпечные ситуации трапляют неполнолетние, які засталися без нагляду дорослых Гомельская областная комиссия по справах неполнолетних закликая батьков быть больше уважливыми до своих детей и не гребовать их безпекой Распрацованы специальные памятки для дорослых по профилактице дитячого травматизму и гибели Распаусюджывают их на предприемствах и в местах массовых отпочинков Большой советской области – это халатность взрослых, которые находились рядом или могли бы находиться рядом и предупредить ту или иную смерть Прочистое открытие первой измены двух военно-патриотичных лагеров для подлетков прошло на территории войсковой части 55-25 На протягу 9 дн тут будут отпочивать 60 юнаков, 20 удельников лагера «Арсенал» советского района Гомеля И 40 подлетков у дельников областного оздоровленчего лагера «Граница» Среди выхованцев – хлопцы, які марать стать военными, дети с замешальных семью, а так само подлетки, які потребуют повышенной педагогичной уваги На кожный день для них запланованы физичные практикованні, гульни на свежем поветре и споборництвы У раскладу несли так само интеллектуальную гульню, турнир по армрестлингу, экскурсии у музея Гомельской мытни, на стрельбище и станцию «Асвод» Наведывание хоккейного матчу А кроме того, в программе военно-медицинская подрыхтовка Это сборка и разборка автоматов Это изучение средств защиты, противогазы, огнетушителей Это оказание первой медицинской помощи в рамках вот такой вот гражданской жизни Ну и, естественно, обучение, дисциплине, строевая, хождение Режим у нас разработан в соответствии, в первую очередь, санитарными нормами по оздоровлению в круглосуточных лагерях Ну и, естественно, режим военной части никто не отменял В 7.30 всем подъем и в 22.00 у них отбой У рамках межведомостной комплексной программы «Клопот» на территории войсковой части лагеры для подлетка уладят с третий год Другая змена тут стартует с 7-го жнивня У Гомелес завершился международный турнир по хоккей памяти Алексея Костюченки Лёс трофея выращался у гульни по межмосковским «Спартаком» и минским юниорам Да гэтага матчу обед две дружины имели у своем активе по две перемоги Спартывные удачи и мастерства были на боку «Спартака» Москвичи упевненно переиграли «Менчан» с ликом 5-0 И в третий раз подняли над головой кубок турнира памяти Алексея Костюченки Уладальником бронзы стал «Гомель-2», який перемог «Жлобинский металлург-2» с ликом 3-2 Гэты, а так сама иншая новины, вы можете знайсти на нашем сайте у интернеті По адресі www.tvrgomil.by На гэтым выпуск завершен Дякую за увагу, плённых выходных дёны, до сустречі у эфіры Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова